Ты правильно понимаешь, что команда «Универсам» сейчас играет на багаже Крыжановского? Я не знаю, кто за меня голосовал, мне кажется, они вообще в футболе не разбираются, от слова совсем, по-моему. Иногда в футбол играет, иногда в волейбол на воротах играет. Кака? Кака, да. Есть... Да вы иди, что сядет? Приветствуем всех любителей футбола в эфире телеканала АТВ, программа «Футбол на диване». Сегодня мы поговорим о старте нового сезона Лиги Дворового футбола, подведем итоги месяца, поболтаем с лучшими игроками месяца, а в конце программы проведем небольшую викторину. Сегодня у нас в студии руководитель Лиги Дворового футбола Олег Смолин. Привет, Никит. Да, уже. В принципе, я думаю, зрители знают Олега по прошлой программе. А я знаю тебя. Да. Вот. И ребята как раз-таки одни из лучших представителей сентября, правильно, Олег, я говорю? Лучшие представители сентября. Да, Лиги Дворового футбола. Это Вадим Крыжановский из «Универсам-1» команда и Рамазан Юсупов из библиотеки «Эл». Вот. Собственно говоря, чтобы ввести в курс дела, Рамазан, давай начнем с тебя. Да. Расскажи немного о своей команде, о том, какие шансы, перспективы вы видите в этом турнире. Здравствуйте. У нас команда сильная и хорошая очень. Мы думаем выиграть чемпионат этот. Это серьезное заявление. Ну, вы сейчас на каком месте идете? Первое. Все идеально, без поражений, ну, без потерь, очков. Сколько матчей уже сыграно было? Пять. Пять матчей? Да. Осталось еще… Двадцать пять. Игорь, пока рановато, по-моему, прогнозировать такое первое место. Вадим, к тебе вопрос. Также по команде. Хотелось бы узнать вообще историю, в принципе, как попал в коллектив, как давно играешь за «Универсам-1»? За «Универсам» играю уже четыре года. Прилетел из Москвы. Очень смешная, кстати, история была, как я здесь остался. Расскажешь? Ребята… Ну, подробностей не буду. Да можно тут. Ребята пригласили побегать. Там как раз зимняя пауза была. Играли только товарищеские матчи. Пришел, сыграл товарищескую игру. Одну, вторую. И как-то закружилось, завертелось. И тут остался. И вот по сей день нахожусь. Угу. А вы как идете в турнирные таблицы? Расскажи тоже о перспективах. То есть ты, как и Рамазан, видишь то, что, возможно, первое место вы займете? Или оцениваешь шансы команды пониже чуть-чуть? Ну, честно говоря, как бы там не в обиду соперникам. Там очень много, даже по пальцам не перегну, всех. Очень много сильных команд. Никакой недооценки нету. Пока что делим турнирную таблицу с «Интером». По мячам пока что опережаем. На первом месте идем. У нас есть чемпионский опыт, так сказать. Мы много уже что выиграли. Многие разных турниров. И в том числе и не городские. И вот недавно Кубок Кавказ закончился. Выиграли. В том году ЮФО и СКФО выигрывали. И в том году были в Сочи. Пятое место заняли на чемпионате России. В Астрахани были на региональном турнире. То есть, ну, и багаж как бы есть, опыт есть. Я думаю, ну, задача, естественно, выиграть. Которую сами себе мы ставим. Валик, скажи, пожалуйста, правильно понимаешь, что команда «Универсам» сейчас играет на багаже Краженовского? Спасибо за вопрос, Олег. Всегда рад. Да, Вадим, слушайте, ну, хотел спросить у вас. Организация суперская. То есть, есть и комментаторы, и врачи, если что, правильно, да, могут подойти. Да, могут подъехать, да. Вот. Арбитры, квалифицированные. Я думаю, никто не занимается в профессиональных качествах, да. Эдуарда Африкяна и прочих арбитров. Как оцениваешь вообще вот всю вот эту движуху? Ну, в этом году видно, что уровень прям подрос, прям конкретно. Очень приятно играть. Все есть, инвентарь есть, судейство отличное, видеосъемки. Ну, прям атмосфера такая соревновательная прям появилась. Не просто то, что я пришел там в коробке, побегал вечером, в манишке и домой пошел. Нет. И уровень команд прям в этом году очень серьезный. Я не знаю, по-моему, в этом году только все футбол научились играть, где они все до этого были. Где-то какие-то новые имена даже сейчас вижу. Я удивляюсь, думаю, неужели он только там в 30 лет играть начал, грубо говоря. Лимит просто отменили сейчас. Лимит? Может быть и так. Да. Рамазан, да. Из-за того, что один игрок за одну команду. Один игрок не может участвовать, но в двух лигах. Да, я объясню, о чем говорит Рамазан. В прошлом году у нас были легионеры. То есть игрок из высшей лиги мог играть и в премьер-лиге. Это убивало конкуренцию в премьер-лиге. И в этом году мы сделали так, что один игрок может отыграть в какую-то одну команду. Ну, как правильно изначально и должно было быть. И сейчас в премьер-лиге рождаются новые звезды, например, как Рамазан. Да, вот, Рамазан, к тебе тоже вопрос. Как думаешь, за какие качества тебя выбрали лучшим футболистом месяца? За ответственность. И что не устаю так быстро, как... Как Артем Иванович. 70% моей команды. Ну, то есть только дело в этом? Не в том, что ты там ассистируешь и часто забиваешь? Нет. Больше из-за того, что бегаю много. Угу. А, Вадим, такой же вопрос к тебе. Ты как считаешь? Да какие качества? Почему? Может, вообще это накрутка была, не знаю. У вас возможно накрутка? Я не знаю, кто за меня голосовал, мне кажется, они вообще в футболе не разбираются от слова совсем, по-моему. Ну, приятно, конечно, был удивлен. Я так смотрю, в эти голосования очень сложно выигрывать. Прям очень сложно. У меня не было никогда такого прям стремления выиграть там голосование. Но я как понял, что основное это повлияло на результат. Организаторы голосования подняли руку за меня. Ну, приятно, честно. А так, не знаю, честно, за что у нас в команде, потому что, мне кажется, подбор игроков такой, что можно любому дать. Лучшего игрока матча месяца, года, столетия, кого-то. Там он чуть-чуть не подкинул денежек, чтобы выбрали лучшим. Но, честно говоря, нет. Я даже не рассчитывал. Я пару раз, кстати, вот в универсаме на прошлой неделе купил два пакета молока. Вот, да. Вот, да. Даже посмотри. Кстати, реальная история. Хотите реальную историю? Ну, ну, ну. Вот, прям сто процентов рассказываю. Я купил килограмм мытой картошки в универсаме. И меня случайно на кассе пробили вместо одного килограмма сто килограмм. Это я без шуток рассказываю. Я заплатил. Ну, я просто еще много чего покупал. Заплатил, короче. И жена такая... А я карты распачивался. Даже не... Ну, врач, я не знал, сколько я заплатил. Расплатился? Расплатился. И мне жена говорит, типа, дай чек. Вот. А, ну, чек засунули в пакет. Она открывает чек и смотрит, что, ну, там, типа, чек намного больше, чем мы можем себе позволить. Ну, типа, там, 700 рублей. Вот. И она такая говорит, ну, и смотрит, что там сто килограмм картошки пробили вместо. И мы пошли разбираться. И чем в итоге закончилось все? Ну, вот Вадик лучший игрок. Да, ребят, и, конечно же, хотел перейти, собственно говоря, к награждению. Вот. Вот эти замечательные статуэтки. Давай, Никита, кому-нибудь тоже вручишь? Да, да, я одну тогда вручаю. Кому предоставишь? Ты Рамазану, а я Вадиму. Давай, Вадиму. Да. Ты знаешь, почему? Почему? Потому что я тебе статуэтку отдал, не увидев, что там написал. А, спасибо. Поэтому ты будешь вручать Рамазан, а я Вадим. Ну, давай. А, по-моему, просто потому что тут Премьер Лига. Ну, типа помладше. Ну, ладно. Ну, ладно. Вадик, поздравляю тебя. Ты молодец. Вот, держи. Спасибо. Спасибо. Я очень надеюсь, что это не твоя, не последняя награда в жизни. Да, Рамазан, тоже поздравляю тебя. Спасибо. Держи. Заслужил за этот месяц. После большего. Вот. Побольше опасных голевых моментов, голов, ассистов тебе. Вот. Но я про ответственность тоже не забываю. Будем стараться. Мы в ответе за тех, кого привлечем. А почему получить такое? Да. Вадик, ну, раз уже сказали про ответственность, я вот тоже хочу сказать, что рад, что ты ходишь на игры всегда. Вот. Всегда вижу тебя бодрым. Ну, что же, а у нас в программе замена произошла. Смена, да, так называемая? Нет, больше замена. Замена. А, замена? Да. У нас ограниченное количество замен. Замена ребят. Мы на ночную футбольную лигу перешли. Да. Собственно говоря, Александр Гримов из команды Маск и Никита Атамян из Интер 26. Начнем, пожалуй, разговор с Александром. Александр, расскажи, пожалуйста, я вот вижу у тебя на футболочке место для вашей рекламы есть. Да, есть. Ищите спонсора? Да, мы устали скидываться уже просто за каждую игру, за взносы, за форму. Поэтому вот ищем себе спонсора. Чемпионат только начался, поэтому я думаю, сейчас в межсезоне нашем перерыве мы найдем себе спонсора и переименуемся. Или как минимум второй комплект формы закажем себе. А, ну вы с одним комплектом пока играете. Да, да, да. Я же говорю, сами скидываемся просто. Ну понятно тогда, да. А почему Маск решили назваться? У нас капитан команды, ярый поклонник Илона Маска. Ну с головой что-то. Да, да, да. Он решил команду Маск назвать, а сына когда родится Илоном просто и все. Сомневаюсь, что как-то там соприкоснулся Илон с Маском. Я не знаю, я в команду... Мне ее держать, нет? Да. Да, да. Я в команду пришел просто недавно, поэтому пришел, она уже называлась Маск. Ну честно, честно говоря, то что команда тоже недавно образовалась. Да, полтора-два месяца и максимум. Саша будет с удовольствием в нее раньше пришел, просто не было команды. А вот до, собственно говоря, команды Маск, где играл, чем занимался? Ну вообще три года уже в хоккей играю. Вот. У нас три года уже в Ставропольский кубок проходит, поэтому в хоккей играл. Вообще с детства футболом занимался. Вот мне сейчас 30, минус 7, 20 год получается уже в футболе. И никто? 21 год. Интересно. Это мой друг, я не буду обращать на это внимание. Вот. Брат, если 23 года. 21 сказал. 30. А, 23, да-да-да. Ну это вырежу, ты что? Вообще с детства, ну в 7 лет футбол пошел. Я сам с села, к нам приехал с Дальнего Востока тренер Сан Михаил Петрович, сейчас в Новопавловске работает. Вот. В селе особо выбора нет, как в городе. Поэтому был футбол, на футбол и пошли. Ну до 11 класса играли, а потом кто куда уже разъехался. Ну построить там профессиональную карьеру не получилось. И теперь мы играем. То в хоккей, то в футбол. И все. Как все Влад Бобров. Не слышал Саша это, когда с тобой там был рядом? Мы вообще с Сашей проводим очень мало времени рядом. Поэтому он вряд ли бы это слышал. Да, собственно, голосование еще хотел узнать. Оно, по-моему, до сих пор, да, продолжается. До сих пор голосует еще за Александра. Ну, я если как бы за Сашу. Знаете, вот есть единый день голосования. Кажется, 21 сентября. Там проходит рекорд 25-го, я не помню. Вот. У Александра так же получилось. Собрать весь край на единый день голосования за него. Вот. Мне кажется, из разных уголков края голосовали. Никит, расскажи о себе, как попал в команду. Как оцениваешь перспективы в ночной футбольной лиге? Ну, попал я в команду еще в детской лиге дурового футбола. Мы там, я, честно говоря, не помню, какого места знали. По-моему, даже просто ушли оттуда. И да, у нас самая молодая, по-моему, команда вообще из всех. Думаю, у нас задача стоит на первое место. Сейчас на втором. Дальше больше думаю. Угу. Вчера как раз-таки комментировал игру. Интер 26. Знаю то, что брат на воротах стоит. Да. Вчера реально классную игру провел. В респект ему. Иногда в футбол играет, иногда в волейбол на воротах играет. А, то есть я удачно вчера пришел попал в это. Ну да, повезло. Вот. Слушай, еще такой вопрос. Ты с детства футболом занимаешься. То есть я видел, когда вчера наблюдал за игрой твоей, что техника определенная есть. У вас в команде, в принципе, все такие ребята собранные или есть тот, кто недавно относительно пришел там? Не-не, все собранные ребята, все хорошие. Из-за этого и задача стоит на первое место выйти. Ну там единственное есть Виталик Агабекян. Да. Полтора месяца футболом занимается и уже рассказывает. А, ну да. Слушай, по поводу Виталика видел, по-моему, что в голосовании он каком-то был. То ли за звание по команду сборную тура, либо за… Ну ретик подводили игроков, которые чаще всего комментируют посты ВКонтакте. А, ну он первое место. И он выиграл, да. Ну понятно, да-да-да, я думаю, там без вопросов. Он, по-моему, в каждом из постов оставляет какой-то свой комментарий. Да, он иногда даже сам себе отвечает. Собственно говоря, хотел спросить еще о том, увлекаетесь ли, смотрите профессиональный футбол. Если да, то за какую команду болеешь? Ну, футбол я так редко смотрю, а так за ПСЖ болею. Ага, ну Глор. Нет? Нет. Никита начал болеть за ПСЖ, когда там Семак играл. Ой-ой-ой. Как раз в тот же год и он родился, по сути. С пеленок. С пеленок за ПСЖ. А я имею в виду не Семак, Никита родился. Ну, Никита, да. Никита. Спасибо, Олег. А, Александр, Александр, интересно, вы за какую команду болеете? За нашим футболом особо не слежу. За российским. Несколько раз с друзьями. Друзья болеют за «Локомотив». Я был на выездах, смотрел, но все равно прям такой большой любви к нашему футболу нет. А так с детства за «Барселону» болею. Помню, мы на турнир поехали. И, ну, выиграли турнир. И нам дали за первое место там сетку мячей, медали, понятное дело, там дипломы и форму «Барселона». И все. И как-то у нас получилось так, что класс маленький, там ребят немного, и мы как-то все «Барселона-Барселона». И вот здесь за «Барселону» и топим. Переходим к викторине. У нас викторина «Олды» помнят все. Да, но все-таки возраст. Ребята соответствуют тому, что… Ребята должны на такие вопросы отвечать. Собственно говоря, в чем суть? Кто побеждает, ну, просто хвала и почет, без призов. У нас просто… Подожди. А у меня есть приз. Есть приз? Да. А, ну все, тогда коллегу все вопросы. Крепкое рукопожатие. Тогда коллегу все вопросы. Не знаю, насколько ребята это замотивируют. Может быть, наоборот, они сейчас будут неправильно отвечать. Чтобы… А утешительный приз еще есть. Какой он, боюсь, спроси. Я просто хотел… Ну, нельзя же говорить, уж все равно выиграть. Ну, тогда без утешительного приза. Первый вопрос. Давайте так, кто первую руку тогда поднимет, как в школе. А я играю? Нет. Ты слишком много знаешь о футболе. Причем совершенно не нужной информации. Спасибо. Все. Первый вопрос. Назовите сборную, которая одержала победу на первом чемпионате Европы. Ну, какие-то, кстати, что это? Спасибо, я не знаю. Ладно, ребята, варианты ответов у нас, безусловно, есть. Это сборная Италии, вариант А. Вариант Б – сборная Испании. Вариант С – Аргентина. Вариант Д – СССР. Аргентина. СССР. Правильный ответ. Александр Геннадьевич. Александр зарабатывает одну очко. Угадал. Угадал 1-0, пока Александр ведет. Второй вопрос. Назовите обладателя золотого мяча 2007 года. Даю подсказку, ребята, это было до эпохи победы Лео Месси и Криштиану Роналду. Досрочный ответ, да? В микрофон. В микрофон еще раз скажешь. В микрофон. В микрофон еще раз скажешь. В Викторине. В Викторине. В Викторине. Третий вопрос. Давайте остановимся уже на этом микрофоне. Слушай, ну, если ты на третий вопрос отвечаешь правильно, то 3-0 это досрочная победа будет. Мне было три года, когда он получил золотой мяч. И как я могу это помнить? Ну, мне было 7. А ты все помнишь только в тот момент, как ты родился. Вот у тебя все правильно. Ну, типа, я не знаю. Ты знаешь, Ленин раньше был в Толстапе. Мне говорят, не помню, это не родился. Нужно лично видеть, да, все? Не, я знаю только то, что после меня уже, да, было. Вот, третий вопрос. Какие клубы сразились в финале розыгрыша Лиги Чемпионов в 2005 году? И кто одержал победу? Блин, Ливерпуль. Одна команда, верно. Да, Ливерпуль сейчас. Одну назвал только. Да, надо две. Ливерпуль-Милан, Ливерпуль-Милан же? Нет? А третья команда? А третья? Барселона. Верно, верно. А с каким счетом матч закончился? Ну, Ливерпуль горел, по-моему, проигрывал 3-0 и выиграли, если я не ошибаюсь, по пенальти. Да, все верно, все верно. В итоге, слушай, 3-0, Александр одерживает уверенную победу. Я думаю, рукопожатие, это достойно. Никит. Ну, тебе не крепкая тоже, спасибо. Ну, разгром какой-то. Не знаю, как так случилось? Ну, потому что опыт. Потому что олды помнят все. Да. Ну, что же, мы переходим к награждению лучших игроков в ночной футбольной лиге. Кто кому будет вручать статуэтки? Ну, давай, не глядя. Да. Я беру, я даю тебе, а... Давай, да, давай. Не глядя только. Я ж не смотрел? Не смотрел. Держи это тебе. Так, мне высшая лига. О, мне, получается, премьер-лига досталась. Да. Ты вручаешь тезке. Я тезке своему вручаю Никите. Ну, что же, Никит, я хочу поздравить тебя. Желаю успехов. И чтобы в следующий раз на футбольной викторине, если придешь к нам тоже, чтобы с более богатым опытом, обязательно поизучай материалы. Макс счастье. Приходи через 13 лет, да? Ну, все, Саш, я тебя тоже поздравляю. Спасибо. Ты большой молодец. Я давно не видел, как ты забиваешь голы. Вот. Поэтому было приятно наблюдать. Мы, Саша, с одного просто, ну, района и живем, жили друг от друга раньше 16 километров. Ну, сейчас живем... Да, да, примерно так. Поэтому я видел, как он забивал. Как он рос. Он не один раз. Вы видели эпизод, когда Хаби Олонсо и Найджел Де Йонг в финале чемпионата мира играли Голландия и Испания. Угу. Вот. И там Де Йонг... Он тебя так же воткнул. Да, Де Йонг, короче, воткнул Хаби Олонсо. А меня Саня так же воткнул в одном из матчей. Ну, хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Да. Я, в смысле, не помню, как это было. Травма на всю жизнь. Я смотрю, да, я вот так вверх смотрю, получается, все белое. И Саша подходит, начинает, типа, чего ты, все нормально. Да, вроде же мяч играл, да? Ну, да. Это была программа «Футбол на диване». В следующей передаче мы поговорим с лучшими игроками октября Лиги дворового футбола. Но, чтобы не пропустить новый выпуск, обязательно подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях. На сегодня все, спасибо и до встречи. Все сняли? Да. Ну, что, Никит? Спасибо тебе за... Да, вам спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. А этот мяч нужен? Ну, мяч же ты оставляешь. Блин, Никит, сейчас по мячам беда, если честно. Надо забрать. Забрать? Ну, ладно тогда. Мы думали, что останется мяч, конечно. Да, мы пацаны просили. А, не хватает мяча? Да. О, проблемы реально. Ну, ладно, тогда вопросов никаких нет. А кубки нужны будут потом? Ну, кубки оставьте, да, хотя бы кубки. Оно в конце года заберет. Да, да, да. Там вы же команду вручаете по итогам сезона. Все, давайте, да. Спасибо, да.